Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы, дагестанцы, живущие в Турции, внимательно следим за событиями, происходящими в Дагестане. И даже находясь на чужбине, мы испытываем боль от того, в каком положении оказались все народы Кавказа. Оценив происходящее, мы хотим обратиться к народу Дагестана. Украинская война уже давно проиграна. Путинский режим, не желая признать провал, пытаясь отсрочить свой конец, спекулирует на теме патриотизма и отправляет в пекло войны необученных людей. Какую военную задачу могут решить необстрелянные люди, не имеющие опыта боевых действий? Где та хваленная армия, которой путинский режим грозил взять Украину за несколько дней? Где то вооружение, которым хвалился Путин и которое якобы не имеет аналога в мире? Теперь оказывается, что нет ни армии, ни вооружения и вся надежда на солдат, вооруженных обычными автоматами. Ограбив вас до нитки, теперь он пришел за вашими сыновьями. Не желая выходить из своего бункера опозоренным и обсмеянным, не желая признать свое поражение, он отправляет на бойню необстрелянное население и еще угрожает тюремными сроками за нежелание умирать и при этом подавляет протест народа, измученного политикой лжи, воровства и террора. Самое прискорбное в этой истории то, что так называемые духовные лидеры оказались на стороне тирании, отправляющей мусульман на бойню. Многие из нас, вынужденно оказавшиеся на чужбине, хорошо знают, что такое столкнуться с системой, не признающей ни религии, ни морали, ни права, ни закона, ни чести, ни достоинства. Рабы этой системы, те, кто на улицах Махачкалы избивал всех без разбора во время так называемых КТО, также бесчинствовал в наших домах, избивал детей и женщин, похищал и убивал мужчин. Поэтому мы хорошо знаем, кому вы сейчас противостоите. И тем выше в наших глазах величие вашего подвига. Вы и именно вы наследники тех славных героев, которые заставляли вздрагивать высокомерных и течливых имперских генералов. Стойте до конца и не сдавайтесь. Только ваша непоколебимость собьет спец с кремлевского фюрера и его опричников. Ваша пассивность и неучастие развяжет ему руки, и тогда уже никто не встанет на пути автобусов, увозящих ваших сыновей в пекло несправедливой войны. Просим Аллаха о содействии вам и нам во всех благих делах. Да укрепит вас и нас Аллах на истине, правде и справедливости, и отведет от нас и вас руки нечестивцев.